В России есть человек, который продолжает жить после смерти. Тело 12-го бурятского ламы было извлечено из-под земли 10 лет назад. С тех пор никто не может точно сказать, жив он или мертв. Даже судебные эксперты. В том, что феномен хамба ламы и тегилова не религиозный миф и не фокус для привлечения туристов, может лично убедиться каждый. Мы так и сделали. Отправились в Бурятию, чтобы увидеть все своими глазами и показать зрителям агентства специальных расследований. Хамбо лама и тегилов был главой российских буддистов с 11 по 17 годы прошлого века. Известно, что в 1927 он ушел в мир иной. По-другому и не скажешь. Трудно назвать смертью то, что с ним произошло. Монах собрал учеников, принял позу лотоса и погрузился в нирвану. Сел в медитацию и сказал ученикам, меня прямо в этом положении закопайте, а потом через 50 лет раскопайте. И если будет все хорошо, то я вернусь. Ученики должны были поднять тело ламы спустя полвека после его ухода. Таково было желание учителя. Завет получилось исполнить с опозданием на 25 лет в 2002-м. В 2002-м году, в сентябре месяце, мне позвонил учитель Хамбо лама Аюшеев. Это главный лама, буддийский монах Бурятии, России. Сказал, Кирсан, мы вот как бы выкопали нетленное тело Хамбо ламы и тегиловы. Я прям сразу же пролетел к нему. Первый президент Калмыкии, Кирсан Илюмжинов, стал одним из первых, кому разрешили прикоснуться к великому буддисту. Живот потрогал, мягкий живот. Нормально. Человек, который только уснул или позже лотоса сидел. Не холодное тело было. То есть это где-то чуть теплое такое тело. И мне даже показалось, когда я начал по руке гладить, он даже чуть голову вот так вот повернул, посмотрел на меня. Делегация экспертов из Москвы тоже оказалась на месте уже через несколько часов. Специалисты были поражены. Тело ламы сохранилось. Ученым позволили взять частицы кожи и срезы двух ногтей монаха. Результаты экспертизы оказались поистине удивительными. Исследовали и пришли к выводу, что клетки имеют прижизненность. То есть они живые, но реакция этих клеток очень медленная. После вскрытия саркофага Хамбо-Ламу перевезли в Иволгинский Датсан, буддистский монастырь-университет. Итигалово переодели и поместили на втором этаже в позе лотоса. И сегодня, спустя 10 лет, его тело остается в том же состоянии. Певец и композитор Олег Газманов был в Датсане дважды. Он признается, в жизни не видел ничего подобного. Ни до, ни после. Одно из самых удивительных явлений – это встреча с телом великого лама Итигелова. Я не говорю мощи, потому что я после того, что его увидел, у меня нет ощущения, что он не с нами. То есть это живое существо, живой человек, но в таком состоянии, в которое он себя ввел молитвами. Здесь почти всегда многолюдно. Паломники готовы стоять в очереди к хамбу-ламе в любое время дня и ночи. Ну а что он, святой какой-то? Еще комментарий можно дать. Постоять, подышать, ну вот тоже помолиться в душе. В храме, где то ли покоятся, то ли медитируют великие лама Итигелов, даже у людей, исповедующих другую религию, возникает ощущение чего-то сверхъестественного. Бывает что-то такое необъяснимое или нет. Все мы ищем что-то сверхъестественное. Но вот именно многие годы уже, да, это перед нами. Причем я, как верующий человек, понимаю, что это проявление высшего разума. Что это проявление какого-то совершенно сверхъестественного свойства. После эксгумации хамбу-ламы ученые со всего мира проводили исследования его тела. Они пытались понять, каким образом живая ткань сохранилась после 75-летнего пребывания под землей. Сделаны уже десятки экспертиз, но ответа все еще нет. Олег Газманов вспоминает. Он отстоял в очереди к телу Итигелова несколько часов. И все это время думал, что лама просто манекен, сделанный монахами для поклонения. Когда ты находишься рядом, когда держишь его за руку, когда ты понимаешь, что у него живот прогибается, а потом восстанавливает форму, ты понимаешь, что это невозможно. Во время своего второго визита в Иволгинский дацан певец взял с собой сына Родиона. Газманова-младшего увиденное поразило даже больше, чем отца. Было ощущение такой дремлющей колоссальной силы, которая в какой-то момент что-то ее должно разбудить. Исследователи пришли к выводу, тело Итигелова соответствует всем параметрам живого организма. Но вот убедиться в том, что у ламы работает мозг, ученые пока не смогли. На этот счет есть разные точки зрения. Зато практически все эксперты сходятся в одном. Состояние, в котором находится Итигелов, смертью назвать нельзя. Как говорят, они уходят в информационное поле Земли, сознание их, а тело остается, и, соответственно, они могут оттуда возвращаться. Поэтому все возможно, я так думаю. Я не воспринимаю, как он человек, который умер, а как человек, ну, на некоторое время сейчас ушел в ретрит, отдыхает немного от нашей мирской суеты. То, что Будда говорил, что такое жизнь, жизнь – это и страдания. Буддисты считают, что в результате вот такой глубокой медитации приостанавливаются процессы не только на уровне сознания, но и на уровне физического тела. В этом состоянии человек способен пробыть долгое и очень долгое время. Где-то он может даже пережить нашу жизнь, через сто лет даже он может быть так существовать. Он остановил время для себя. Известно, что лама пролежал 75 лет на трехметровой глубине, в саркофаге из кедровой древесины, засыпанной соляным порошком. Но агрессивная среда не нанесла вреда телу монаха. Так может быть, он жив? Просто современная наука не знает этой формы жизни. Даже у пожилого человека позвоночник выходит из строя, он сплющивается. Его что-то, его должна поддерживать жизненная сила, чтобы вот просто так сидеть. И когда ты видишь человека, который вот так вот сидит уже десятки лет, ты понимаешь, что физическими законами, физическими законами объяснить невозможно. Летом жара в Бурятии достигает 40-градусной отметки. Никаких холодильных установок в Дацане, где находится лама, нет. Нет здесь и искусственного освещения. При этом все, кто приходит сюда, говорят, что ощущают тепло. Тепло, которое исходит от монаха. Говорят, что его носят, время от времени делают ход с ним, на улицу вносят. И более того, говорят, иногда он потеет, что-то у него меняется, или волосы растут. Что-то удивительно. Вот это удивительно. То есть это совсем другое чувство. То есть когда я был там, и когда мне руку на голову клал, я чувствовал, что это не труп, не мертвец. Православный священник Максим Каскун изучает чудеса мировых религий. Он считает, древние духовные практики предполагают и еще одно состояние – самомумификацию. Феномен Итегилова заключается в том, что это не феномен. Это не феномен, это для буддийско-восточной традиции, в общем-то, естественная вещь. Принимал отвары, которые позволили ему законсервировать себя, то есть не высыхая. Мне, как ученому-гуманитарию, кажется, что попытки мистифицировать это явление, попытки придать этому явлению какие-то несвойственные ему смыслы, является, ну, несколько ошибочным подходом и несколько компрометирует само явление. Допустим, никто не бальзамировал тело Ламы после смерти. Есть версия, что монах сделал это сам. Но как? Чтобы это понять, обратимся к последним годам жизни Итегилова. Лама сложил в себя все официальные полномочия якобы в связи с болезнью и удалился в Янгожинский дацан. Там он 10 лет проповедовал и лечил людей. Жесткая аскеза и минимум пищи. После 7 лет такой жизни Лама на 3 года заточил себя в подземном кедровом коробе. Обычный человек в этих условиях не смог бы выжить. Подается небольшая еда и подаются коренья трав, грубо говоря, яды, которые человек начинает потихонечку кушать, и, соответственно, испражнения из него высасывают последнюю влагу. Три года спустя Лама ушел в то состояние, в котором пребывает и сегодня. То есть он пошел по пути именно медицинской самимфикации. То есть он принимал растения определенные и, соответственно, питал свой организм теми химическими элементами, которые позволяют сегодня оставаться ему в неразлагающем состоянии, к числу которых относится бром. У него, получается, в 40 раз превышает норма. То есть этого яда превышает в его теле, то есть превышает количество. Родион Газманов после визита в Улан-Удэ перечитал массу литературы в надежде найти ответ. Почему не тлеет хамбо-лама? Некоторые утверждают, что он чистил свой организм перед смертью, поэтому сохранил свое тело не тленным. Но на самом деле это полный бред, потому что кроме внутреннего, вода есть еще и внешне. И снаружи, собственно, факторы разложения тоже есть, никуда не денутся. Возможно, новейшие технологии позволили бы продвинуться в изучении феномена Итигелова. Но сегодня для ученых доступ к телу ламы закрыт. Все исследования были запрещены, и, соответственно, говорить о чем-то большем, ну, сегодня мы не имеем возможности. То есть те образцы, которые есть, они уже израсходованы, и мы ничего не знаем. Неудивительно, что буддисты опасаются лишиться одного из своих главных чудес. Нетленный лама, победивший смерть, совсем не то, что обычная мумия. Именно к нему сегодня едут паломники со всей планеты. Интересно, что это не единственный случай чудесных метаморфоз с телами буддийских духовных лидеров. Рангджунг Рикпе Дордже, верховный лама и духовный лидер тибетских буддистов, удивил американских врачей. Его тело сохраняло температуру 36,6 спустя трое суток после констатации смерти. Он умирал от рака, полностью отказываясь от обезболивающих лекарств. Врачи выяснили, что лама боли не испытывал вообще. Но настоящие чудеса начались перед его погребением. Его перевезли в Индию, в штате Секим, и был его главный монастырь, но и есть его главный монастырь, который называется Рамутэк. И пока его везли, и когда готовились похоронные церемонии, он уменьшил свое тело до размеров ребенка. Как это может быть невозможно невероятно объяснить, но тем не менее он это сделал. На церемонии кремации было много людей. Все они стали свидетелями необъяснимых явлений. В этот день по непонятным причинам умерли две его собаки, которые до этого были абсолютно здоровы. А во время сжигания тела ламы в ясном голубом небе появилась радуга, причем вокруг солнца. Очевидцы утверждают, что во время церемонии из пламени к краю ступы выкатался горящий шар прямо к ногам одного из самых почитаемых учителей. Мудрецы посчитали этот случай знамением. Цитирую. Шар – это глаза, язык и сердце учителя. Таким образом тело, речь и ум свелись для того, чтобы их сохранили как реликвии. Конец цитаты. В общем, чудеса да и только. А вот верить в них или считать религиозной пропагандой – решать вам.